СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ И в эфире Аня Лапшина. Азиз Агаев, здравствуйте. Здравствуйте. И наш гость сегодня, наш старый друг Ирина Юрьевна Тружкова. Мы неоднократно встречались в эфире. Один из людей, руководитель кафедры... Я сейчас представлю. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политических наук Вятского госуниверситета и руководитель этнографической лаборатории ВятГУ Ирина Юрьевна Тах. Добрый день. Спасибо. Спасибо, здравствуйте. А говорить мы сегодня будем вот на какую тему. Я ее обозначила следующим образом. Как кировские этнологи или этнографы, мы у Ирины Юрьевны выяснили, что ошибки не будут, укрепляют международные связи. Вот об этом мы будем говорить. Да, ну, в общем, я хотел сказать, что Ирина Юрьевна один из людей, который вместе с нами, вместе с нами укрепляет дружбу между народами, потому что вносит свой вклад в понимание культуры, понимание особенностей других... Истоков. Да, истоков других национальностей. Это наша работа. Да, и помогает обогащаться нам теми или иными ценностями других народов. Поэтому сегодня с нами Ирина Юрьевна Тружкова и будет рассказывать, что они делали. В течение лета. Как я провел лето. Как вы развлекались летом, да? И главное, что это развлечение было полезно для нашего общего дела. Да, но Ирина Юрьевна развлекалась не одна. Ирина Юрьевна вместе со студентами, я так понимаю, посетила сразу несколько мероприятий, съездила в экспедицию по районам Киевской области и побывали в Японии и Южной Корее. Ну, там пока без студентов. В общем, начну всё сначала. Конечно же, прежде всего, наша функция – это изучение этнокультурной ситуации в Ядском крае. И в этом контексте мы со студентами нашего родного университета совершили экспедицию в Афанасьевский район Кировской области. Вроде бы самый далёкий район, и до него доедешь, а там уже 2-3 часа до Перми остаётся. До Пермского края. Да, в общем, от Пермского края там несколько минут, потому что это граница. А от Перми о Афанасьевский район ближе, чем от Кирова. Да вы что? Расстояние одинаковое. Вот такая загадка тут физическая или географическая. А как бы 8 часов, расстояние одинаковое. И так-то по логике бы событий 4 плюс 4 примерно, да? Да, но по Кировской области он едет примерно 6 часов и примерно 2, ну 3 часа примерно с чем-то по Пермскому краю. Вот такая... Чудебе не ближе. Вы просто, наверное, гоните по дорогам Пермского края сразу под 200 километров. Расстояние одинаковое примерно. Наверное, ну вот вы правильно сказали, ответ кроется в том, что качество дорог, как бы качество дорог. Да нет, я думаю, что просто Кировская область красивее, поэтому быстро ехать не хочется. Да, да, да. И едешь, и смотришь по сторонам. Дороги тут так, между прочим. Можно как бы заметить, что вот мы сейчас, когда ехали со студентами в Афанасьевский район, идут, шли, по крайней мере, везде ремонтные работы. В Кировской области? Да, в Кировской области. То есть вот как бы есть уже такие участки, где вообще спокойно можно красиво, так легко проехать и думать, неужели у нас в Кировской области такой хороший асфальт. Такие же дороги, как в Пермском крае? Ну не только там, и в других регионах. То есть есть шанс скоро, что дорога до Афанасьевского района будет короче, не 6 часов. Да, 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 там без всяких там медленных таких участков, где надо ехать с маленькой скоростью и заем. Вот, а так-то... Ну и в Афанасьевский район, возвращаясь к содержанию наших этнографических исследований... Что вы там делали? В чём особенность Афанасьевского района? Ну там у нас проходила практика-этнографическая экспедиция, и будущие профессиональные историки как бы знакомились с озами исследовательской работы, как работать с людьми, как добывать научную информацию, как её обрабатывать, интерпретировать. То есть вот самые-самые такие основополагающие виды работы профессионального историка. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, вы говорите, как работать с людьми, как добывать научную информацию. А вот люди, какую научную информацию могут дать? Люди, местные жители? Ну они сами того, конечно, не подозревают, они же там не готовятся, что вот надо научный текст приготовить, студенты приедут, да. Просто существуют у нас методики такие, они были разработаны много десятилетий назад, и они постоянно усовершенствуются. Как нужно работать этнографом с людьми? Как нужно задавать вопросы? Ну там этих методик и вопросников вообще десятки, и вопросов в них там сотни. Но в принципе они касаются материальной культуры, духовной культуры, самовосприятия людей. И простыми и обычными словами нужно как-то говорить без всяких там парадигм и всяких там консенсусов, да. Простыми словами с людьми разговаривать, и они по их... Это мы всё в течение учебного года изучаем. Они сейчас знают простые русские слова? Ну знают, конечно. И вот, кстати, этот первый курс, как и предыдущие, он как бы... А это ребята совсем молодые, ребята. Да, да, первый курс, как бы они порадовали меня. Видимо, у нас такие хорошие проходные баллы ЕГЭС, что как бы снимаются самые такие умненькие. И все как бы вовремя вникли, всё хорошо было, написали хорошие отчёты. Ну я за них рада. Более того, в Афанасьевском районе будет национальный коми-праздник осенью чудо в честь чудотворца Николая. Вот. И там будет конференция научная. И нас пригласили... Когда это будет? В сентябре, по-моему, такой национальный коми-праздник, вот можно будет тоже посвятить ему какую-то тему. И наши студенты написали три уже сообщения в сборник научных трудов, прямо вот по свежим, по свежим исследованиям. Вот так вот. То есть первокурсники уже пишут в сборник научных трудов? Да, ну мы им помогаем, конечно, да, потому что это... В соавторстве. Ну в соавторстве, ну мне уже... Под присмотром. Под присмотром, да. Вот три статьи, там не по одному человечку, а по несколько они были в соавторстве, да. Ну вот уже написали, какая у группы была тема сквозная, например, этнопедагогика. Вот они что-то по ней изобразили. Была тема. Кстати, там ведь не только русские коми, там ещё были эстонцы. И вот одна группа как бы писала по эстонцам. В смысле, жители эстонцам? Эстонцы это люди, которые переселяли переселенцы. Это переселенцы вот 40-х годов или раньше? Нет, нет, это Столыпинские, это начало века переселенцы 20-го века. Потомки их, получается, да? Потомки, да. Но от них уже очень мало осталось. Только в основном мы там видели двух-трёх человек. Остальные либо ассимилировались, либо уехали, когда началась политика аптации. Вот. И как бы, ну, всё равно они оставили большой след, много воспоминаний. Вот мы их собрали, нашли там краеведов, которые занимаются этой же темой. И вот как бы, ну, и там эстонцы, в отличие от Апаринского нашего района, они там были реэмигранты с территории Пермской губернии. То есть их на самом деле... Сначала они были там, а потом переезжали. В Пермскую губернию выслали. И потом из какого-то уезда, Целикамского или Черденского, просто там их столько было много, что уже такая началась вторичная миграция. И кое-кто вот заходил даже в пределы Вятской губернии. Всё, и расселялись. Да-да-да, и вот поэтому там были несколько иные эстонцы, чем у нас в Апаринском районе. Господи, я думала, эстонцы одни везде. Нет, нет, они везде. Разные эстонцы. Инакость, но, во-первых, они в разные губернии, из эстлянской и лифлянской губернии, тоже из разных уездов, как бы, переезжали. И там выделяются южные и северные эстонцы. Вот в Апарин у нас южные эстонцы живут. Там вот мы ещё пока не выяснили, потому что пока чуть-чуть. Или южные, или северные там в Пермской губернии были. Ну и даже если они были, к примеру, из разных уездов Южной Эстонии, то всё равно у них моменты адаптации были разные. Или они там пожили сколько-то лет и десятилетий в Пермском крае, да, среди коми-пермяков. Или здесь, в Афанасьевском районе, где коми были далеко, и они жили в окружении русских, и как бы тяготели к Вологодской губернии, Великому Устюгу. То есть даже тут вот иное окружение, оно всё равно как бы, ну чуть-чуть изменяет этнокультуру, как бы так скажем. Поэтому вот мы это всё... Ну вы успели выяснить, в чём как бы разница? Ну мы начали за одну практику. В чём особенности это? Вы поедете ещё раз туда? Или вы как-то контактами обменялись? Ну контактами обменялись, как видите, сейчас ездить как-то... Каждый раз, когда захочешь. Накладно. Да, и проблематично. И шесть часов. Да, вот. А тем более рейсы автобуса отменили в Афанасьево. Сейчас с автостанции только частники ездят. А вот Киров и Афанасьево таких автобусов уже нет. То есть и микроавтобусов нет? Нет вообще. Ну есть вот частники. Маленькие, маленькие, восьмиместные, наверное. Ну, то есть вот надо... Слава частным предпринимателям, которые организовывают, соединяют логистику, да, организовывают логистику. Вот, значит, вот видите, как бы далёкие Афанасьевские районы, думаю, что там кроме грибов и ягод, да? А там на самом деле... А там эстонцы. Там эстонцы, коми-зюздинцы, русские. И среди коми-зюздинцев есть даже старобряцы. Что такое коми-зюздинцы? Коми-зюздинцы, это была такая отдельная, как бы, этническая группа коми. Мы все знаем, что есть коми-зюздинцы. Мы знаем коми, коми-пермяки, я знаю. Коми-пермяки, коми-зюздинцы живут в коми-республике. А у нас были коми-зюздинцы. Почему были? Потому что они сейчас практически все обрусили, но ещё есть. Ещё есть, у них отдельный язык, они сами себя позиционируют, что у них не коми-пермятский язык, у них третий коми-язык. И среди этого коми-зюздинского языка нам носители, этнофоры, сказали, что даже были свои диалекты. То есть на территории Афанасьевского района было ещё три диалекта коми-зюздинского языка. Но случилась такая история в 1920-30-е годы, когда после известной переписи наш вождь сказал, что это у нас так много народов, и маленькие надо как-то вычёркивать. И им было, ну, утрировано, я говорю, предложено записаться либо в коми-пермяки, либо в русские. Ну, сначала они записались в коми-пермяки, им прислали искудым короучительницу. В коми-пермятском языке. И они перестали друг друга понимать. Да, и они их им перестали понимать, она их не понимала, они её не понимали не совсем. И потом, после неудачного такого года учебного, им сказали, всё, записывайтесь в русские. Но... Русские всех понимали. А вот бы, Азиз Алиевич, так было с гражданствами сейчас, да, в современном мире, знаешь, английский язык, записывайся в англичане. Вот, ну, это я маленько утрирована, но, тем не менее, это такая наша печальная национальная история. Ну, конечно, да. Но, с другой стороны, с другой стороны, вот, позитив национальной политики, это же было такое лавирование в национальном вопросе, оно, как бы, позитив в чём, что национальные школы сначала были. И были, вот, то есть не сразу их, как бы, сказали под нож. Сначала это какие годы? В 20-х годах. И вот мы нашли в местном архиве даже сводки, сколько было этих национальных школ по деревням. А теперь остаётся удивляться, что даже эти, не то что школы были, а даже деревни были, сейчас лес, как бы, там. Раньше было такое густое население, в каждой маленькой деревушке не просто там заброшенных 2-3 дома, а там было полно народу, и была школа своя. И школа была вот на этом коме-пермятском, коме-зюздинском языке. Было несколько эстонских школ, там 2-3, к примеру. И всё это в небольшой деревне? Да, ну, в небольшом, в нашем понимании, современном. Вот, то есть начальное и среднее звено, как бы, учились, вот, там были предметы на своих родных языках. Но потом, видите, это всё стилизовалось, так скажем. А сейчас у нас возникает вопрос, а где у нас родные языки, да? Вот сейчас год родных языков ещё продолжается, национальных культур малых народов. То есть это 19-й год, год родных языков? Да, 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 сейчас вот он проходит, и во многих республиках, как бы, там есть мероприятия, посвящённые родному языку, родной культуре. Идут вопросы, стоит ли его факультативно или обязательно преподавать в школах, ну и так далее, и так далее. То есть сейчас какой-то свой опыт накапливается. Ну, был же хороший опыт дореволюционный и вот 20-х, 30-х годов. И я знаю... Если после революционных. Да. И я знаю по другим районам, например, у Удмуртов в Слободском районе, у них были учебники, вот, например, в Святозарево знаменитом. Они мне сами говорили, арифметика, там другие учебники. Не просто на удмуртском языке, а на диалекте удмуртского языка местного района. Видите? То есть это... Это всё в 20-х годах ещё было. Да, это плюсы национальной политики, что даже не просто общий марийский, общий удмуртский, общий коми-язык развивался, а даже диалекты развивались. Всего 100 лет назад. Скажите, пожалуйста, а там сейчас-то вообще что-то сохранилось? То есть вот эти люди, которые потомки интегрированных, перевезённых к нам эстонцев, коми-зюзенцев, да? Старобрядцы. Старобрядцы. Прошу чётко, зюздинцы. 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 Они на языке своём национальном могут общаться. Некоторые говорят. Некоторые говорят. И там есть активисты. Вот, кстати, нам их как-то надо тоже, может быть, привлекать. Вытянутся, да. Они собрали материал и сделали макет азбуки на коми-зюздинском языке для детей. То есть в Афанасьевском районе есть такие активисты, да? Да, 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 активисты. Давайте нам их контакты. Потом есть садик детский, где вот программа есть этнокультурная с языком и с историей, с этнографией коми-зюздинского народа. Ещё там что-то. Ну, то есть там какая-то работа есть. Их просто, видите, то, что они далеко. Мы их тут и к общественной палате, и к другим как-то вот. Но у них как бы это всё есть. Песни есть на своём языке. А молодёжь знает? Или всё-таки это люди старшего поколения? А кто поёт сейчас эти песни? Среднего. Ну, есть молодёжь, но не очень. Видите, мы были в такое время, что молодёжь какая есть, она тоже в вузах учится. И там во время сессии и практики тоже как бы их нет. Они потом только на каникулы будут приезжать, если они есть. Вот. Ну, то есть вот такая ситуация. Но родители-то ведь рассказывали, знают дети язык или нет. Ну, дети понимают, но они меньше говорят. Понятно, что они больше включены вот в общее глобальное пространство. Тем более, что судьба такая не только у комизюзинцев, вообще у других всех вот маленьких таких групп. Когда он малыш, когда он в школе учится в родной деревне, он свою культуру знает, он в ней, он в ней. Как только он уехал учиться, у него уже меньше-меньше родной культуры, и он потом становится глобализированным таким существом, который постепенно отказывается от культуры. Вот. С переходом на обучение на расстояние он скоро вообще не будет включаться. И потом возникает такая ситуация. Если он вернётся обратно к себе жить и работать, как бы, он обратно в свою среду проникает. Погрузиться. И даже вот тут теоретики, этнографы говорят, это очень хорошо. Он начнёт свою культуру двигать вперёд и как-то её преломлять к современной жизни. Даже есть такой термин, ну, зарубежный, индогенизация, как бы, вот, да. Вот. Но мы знаем, что у нас в сельской местности работ нет, и вот таким выпускникам им некуда возвращаться. Поэтому гибнет не только там экономика, налоговое обложение местного населения, но и национальные культуры, потому что... Умирает язык и культура. Я прошу прощения, у меня ощущение, что этнографические экспедиции по районам Кировской области, вот никто об этом не говорит, но на самом деле это такая последняя, собственно говоря, последний шанс вот ещё что-то сохранить из того, что осталось вытянуть вот это всё, записать, зафиксировать. Следы. Да, следы. Последние капли. Следы динозавров. Потому что ещё лет 10, и не будет вообще ничего. Ну, поэтому вот мы со студентами совершаем, можно сказать, такую нашу мессианскую работу научную, такой этномониторинг проводим, чтобы смотреть, что у нас. Видите, если бы мы знали то, что у нас было в 20-е годы, в 30-е, и этот опыт бы использовался, а не где-то там вот случайно найден, да, вот как мы сейчас, мы бы его, может быть, использовали и в 40-е, и в 60-е годы, и у нас бы таких провалов не было вот в этих даже знаниях, вот как велась педагическая работа, культурно-массовая, ну, другая всякая, экономика, как цвела-не цвела там в этих колхозах, вот. Так что, ну, нам рассказывали, что у них были такие детки, которым во время коллективизации было по там 110 лет, по 107, да, и первая жена умерла, оставила 12 детей, он снова вдовес женился, вторая жена 10 детей, то есть вот такие были, знаете, традиционные суперсемьи такие, да, и вот, и, к сожалению, сейчас, видите, вообще пустота, то вот была такая жизнь как бы в регионах, в малых этих территориях, да, а теперь вот так вот. Но надо делать выводы, надо смотреть вот какие-то закономерности, вот. И я ещё раз повторю, я рада, что поколение историков, которые сейчас учатся, им удаётся приобщиться к такой серьёзной фундаментальной работе, которая в нашей стране ведётся и десятилетия, и можно даже сказать, поскольку вот я закончила Пермский университет, он дореволюционный, нас ещё учили некоторые преподаватели, которые при царе учились, ну, правда, мало их, 3-4, то есть вот я тоже считаю, что это такая миссия передавать то, что нам наши учителя с большой буквы передали дальше, последующим поколениям историков, да, чтобы они тоже знали, что это фундаментальная работа, она очень эффективная, и, к слову сказать, нам не стыдно даже на международном уровне, потому что в других странах, как вот, даже непонятно, ну, таких методик нет. А потому что в других странах, мне кажется, далеко не везде, может быть, есть такая богатая, ну, вот, поляна там, да, может быть, не очень хорошая, да? Да, конечно, у нас же Россия самая многонациональная страна в мире, самая. Вот я всё время говорю, в том же Китае, когда он по численности самый большой, но у них 59 народов, а у нас-то около 200. Вот, то есть, как бы, это наше всё, и вот плохие-то слова, или хорошие наши скрепы, но вот эта полиэтничность, это на самом деле наша скрепа, на самом деле. Какая-то основательность, да? Главное, чтобы кто-то остался, потому что есть ощущение всё-таки, что малые народы, они, конечно, ассимилируются очень быстро. Вот с течением там, особенно, там, последние, там, 2-20-30 лет, когда уже техника там, да, нам пришла на помощь, всё равно... Ну, мы все должны знать, что полиэтничность – это результат, собственно говоря, ещё советской политики, когда даже языки, которых не было, реконструировались и восстанавливались, и выпускались для них специальные алфавиты, учебники, книги, литература. Да, 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 поэтому мы должны за это благодарить наших, как бы, отцов и дедов, которые это делали. При царе всё это началось, между прочим, вся эта политика написания алфавитов малого народу. У них было, кстати, при царизме льготное налогообложение, их не брали там в армию, то есть если там у русских крестьян, если только был один сын, чтобы он был кормильцем, его не брали в армию, ну, такие если они, то у малых народов, если их там маленькая численность, их вообще не брали в армию, налогов они платили меньше, ну, только своими там пушными, там, допустим, или ещё чем-то... Ремеслом. Ну, то есть вот как бы... Ремеслом своим. Такая была, видите, как сейчас говорят, личностно ориентированная, тут этнически ориентированная политика. Всё-таки была такая диверсификация, что каждому предложить и что у каждого взять, вот как бы вот так вот. Вот, так что, видите, очень, как говорится, отрадно, что у нас продолжаются такие работы экспедиционные, этнографические, и молодое поколение историков в них втягивается. Елена Юрьевна, вы готовите вот их перед практикой, вот этот опыт, который вы... Конечно, конечно, у нас предмет этнографии идёт целый год. А вот этот опыт, который вы получаете во время, там, практики и так далее, в какие-то методички ложатся? Конечно, конечно. И перед практикой дети их читают? Конечно, конечно, на семинарах мы... Чтобы не повторяться, а работать в развитии. Мы все эти моделируемые ситуации такие экспедиционные на семинарах, как сейчас вот говорят эти игры какие-то профессиональные, там, вот всё вот такое вот. Все эти... Ну, это, вы знаете, их можно хоть как по-модному называть, это было всегда. То есть всегда студентов учили, как вести себя в поле с людьми. Причём люди, это ведь не просто газетка в архиве, там, или кирпич, там, да? У него есть своё настроение, свои взгляды, да, каждому подход. Мы там даже в методичках учитываем, как должен выглядеть этнограф, как он должен сидеть, как говорить, как там глаза... Это сверлить, не сверлить глазами, конечно, как одет, как прическа, ну и так далее. То есть чтобы был максимальный контакт вот с людьми. А вот, может быть, у вас есть ансамбль, который поёт по коме-жиздински? Нет, ну это у них, у них есть. Нет, а вот у вас на факультете. Вот пошли на практику, так сказать. Нет, у них там есть, кстати, и детские, и взрослые ансамбли, вот коме-жиздинские, да. То есть они сохраняют даже на уровне... Да, уникальный язык. Азис Алиевич, до Кирова. Ну так что, нам надо рассказать, показать. Третий коме-народ, понимаете, это же фурор по большому счёту. Третий или четвёртый? Четвёртый. Четвёртый ещё были Орловские коми, тоже на нашей территории. Ну вот это такая, знаете, мириада у коми-республики, такое подборющее, неизвестное, такая Атлантида финно-угорская. Ну вот мы её сейчас изучаем тоже всячески. Ну, видите, это ещё раз говорит о том, что у нас Вятская земля такая интересная, что как бы в ней... Ну, никогда не соскучишься. Всё время что-то такого вот в каждом районе очень много всего. И если всем заниматься, это, конечно, нужно очень много кадров, нужно какие-то учреждения такие, вот, да. Вот, чтобы вот... Почему ещё всё пропадает? Потому что, ну, старая такая сбитая фраза «кадры решают всё». Были бы кадры, кто с этим работал, они бы вынуждены были это вот как бы, ну, такое коловращение изображать, водоворот воды в природе, да. Вот, а поскольку, как бы, вот, видите, всё развеивается, и там некому заниматься, поэтому так и получается. Ирина Юрьевна, ещё такой, смотрите, у меня вопрос. Вот, ну, понятно, вы люди учёные, да, вы прицельно ездите, вы уже знаете, куда едете, вы населённые пункты выбираете и примерно уже представляете, с кем вы будете общаться. Если жителям Кировской области хочется, например, да, хотя бы немножечко погрузиться вот в эту культуру и узнать. Вот по дороге в Пермь человек едет, условно, там, да, он может где-то в Афанасьево или где-то в какой-то деревне, в населённом пункте где-то остановиться и посмотреть? Да, в музее там есть, вот этот, а в деревне, ой, как она, Московская, Московская деревню перевезли, центр этой коми-зюзинской культуры, где тот же детский сад, где все эти два ассамбля. Она на трассе тогда деревня? Нет, она чуть-чуть, она парочку километров от трассы. Но указатель на неё есть. Да, есть, но там нет указателя, что там коми-зюзинский центр. Вот такого нет, честно. Деревня Московская называется. Деревня Московская. Ну, это вот делают такие коричневые, знаете, указатели. Там-то церковь такая-то, там-то крепость такая-то. То есть это, в общем-то, вопрос к Министерству внутренней политики, которое отвечает за работу туризма, культура. Это вопрос к Министерству культуры, наверное, да, кто у нас сейчас за туризм отвечает? Ну, они ведь этим занимаются, только как бы нельзя всё сразу сделать. В центру развития туризма Кировской области. У нас, вот посмотрите, по городу Кирову тоже появились указатели. Там Трифонов монастырь, туда-то, даже на английском языке. В Кирове-то они давно появились. В общем, запоминайте, слушатели, деревня Московская, трасса Киров-Пельн. Это центр коми-зюзинской культуры. Да, уникальная совершенно история, потому что третий коми-народ получается. Получается так, да. Коми-общность, так скажем, третья такая. Ну, ещё я говорю, вот были Орловские. Ну, это судьба такая, то есть, что вот некоторые выживают от общности, некоторые вливаются, ассимилируются. Субстрат, суперстрат, вот это всё как бы тоже. Ну, в общем, вот такая ситуация. Но на самом деле мы занимаемся ведь не только своим вятским краем, да. Мы совершаем со студентами и поездки в другие регионы. Вот у нас тут был грант, мы 8 субъектов Российской Федерации ездили. Да, Ирина Юрьевна, давайте так. Ну, это в прошлых годах. Поподробнее, поподробнее о том, что вы делали, мы после небольшого перерыва поговорим. Хорошо. Ирина Тружкова в нашей студии, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политических наук Вятского госуниверситета и руководитель этнографической лаборатории Вятского госуниверситета. Мы с Ириной Юрьевной закончили на экспедиции в Афанасьевский район и перешли к тому, что не только по территории области вы ездите в экспедиции, но ездите и в другие регионы, и даже в другие страны. Добрый день ещё раз. В этом году мы продолжали работать по президентскому гранту, который был посвящён русской культуре, наконец-то, как говорится. И мы работали, изучали русскую культуру в наших регионах, в российских и зарубежных. И зарубежных. Вот в 2018 году мы уже начали рассказывать, мы посетили Балтийские страны и Польшу, Румынию, Молдавию. А в этом 2019 году, да, и там была такая как бы функция, что мы должны это всё в интернет выкладывать. Ну, понятно, президентские гранты, они открытые, прозрачные, и каждый победитель, они там просто обязаны всё это в соцсети выкладывать. Мы тоже не исключение. Ну, то есть это отчёты такие получаются, да? Да, и как бы что было... Это же общественная работа, чтобы другие НКО и просто люди знали, что к чему. Вот. И мы тоже выкладывали. И вот знаете, мы-то думали, это наша обязанность, а люди ведь откликаются. Нам даже с Украины позвонили, сказали, о, что это вы делаете, к нам приезжайте. Ну, мы как бы пока оставили эту тему. Потом нашлась одна активистка из Монголии, люди из Японии нашлись, которые как бы вот заинтересовались этой работой. Ирина Юрьевна, вот эти отчёты, про которые вы говорите, на которые люди среагировали, это отчёты о русской культуре в каких странах? Это отчёты как бы о русской и о старообрядческой культуре и в России, и за рубежом. То есть, ну, мы сами знаем, что и старообрядцы, и другие группы русского населения, они после революции рассыпались по разным, не просто странам Европы, а мира. И диаспоры сейчас есть во всех континентах, кроме, наверное, Антарктики. В Австралии, кстати, тоже есть и русские соотечественники, и в том числе и среди них старообрядцы. И как бы всех эта тема заинтересовала, что надо же, такая русская культура. А мы ещё там методические подборки делаем для этих групп соотечественников. Какие выдающиеся были выходцы из России, начиная с Сикорского и так далее, да? Какие были выдающиеся старообрядцы, меценаты? Ну, вот такие личности или какие-то там обзоры для работы воскресных школ в общинах, например. А, то есть, подождите, вы методические пособия какие-то, получается, готовите? Да, да, делали вот подборки. Или вот, допустим, мы приехали в один центральный архив, где очень хороший материал, вообще 1840-х годов, но он платный. Но мы за счёт гранта его откопировали и как бы обработали со всеми правилами. И тоже выложили, чтобы вот эти этноконфессиональные сообщества вообще пользовались им. И чтобы каждый россиянин знал, смотрите, у нас какая русская культура, это же, смотрите, так здорово. Подождите, подождите, Ирина, во-первых, да, адрес куда выкладывается? А это Кировское областное отделение Российского фонда мира. Они там бесплатно 6 или 7 сборников помещены, и их каждый может скачать и использовать свои образовательные. То есть сайт Кировского областного отделения Российского фонда мира. И там ваши отчёты, материалы. Да, все, которые меряют. Так это у каждого НКО, который победитель, такие сайты есть, как бы, куда они всё выкладывают. Это не новость. А вы почему в отделение Российского фонда мира выложились? А это как бы наша общественная организация, от которой мы выиграли этот грант. Она международная, она была основана в 1966 году, ещё в времена Советского Союза, зарегистрирована в ООН, и поэтому она имеет, как бы, международный статус, и международная вот такая, как бы, территориальность, она как раз вот для этих грантов подходящая. Вот. Ну и возвращаясь к вот этим окликам, конечно, это не три было, отклика было много, и там вопросы были, и предложения о сотрудничестве. Вот. Ну, как бы, вот мы заинтересовались, и мне даже удалось там выкроить какую-то некую сумму, благодаря тому, что я уже пенсионер, у меня билеты на самолёт подешевле могут быть, чем у просто человека. И мы тут маленько схитрили, ну, во благо, как все предприниматели, я не купила билет Москва-Токио, а я купила до Владивостока, где есть пенсионерам скидки, да, льготы, а потом там мелкими каботажными такими рейсиками, можно сказать, за час, там, за полтора, можно долететь было до Японии, ну, как-то, знаете, вот не было прямых маршрутов даже, и пришлось там сделать... Пенсионеры на выдумку хитрые. Да, особенно российские, да. Можно до Владивостока поездом, между прочим. Да, во Владивостоке. Это долго, это долго. ГМ-8, да, но будет дороже, чем самолёт. Я тоже так думаю. Вот, и раз я уж в такой далёкий там попала край, я ещё позволила себе заехать в Южную Корею, посмотреть, что там с этнографией, с музеями делается. А вот, кстати, да, а что там с этнографией, с музеями? И в Корее, и в Японии. В Японии, да. Ну, прежде всего, там этничность бережётся, вообще, это просто святыня какая-то. И вот символы государства, герб, гимн, флаг и четвёртое, этнографический музей. Это вот так же свято, как герм и гимн, и флаг, понимаете, своё этническое. И причём не только в странах Востока, и в странах Запада тоже. Вот. Ну, мы к этому и идём. Вот, кстати, в Киевской области ещё этнографического музея нет. А очень, кстати говоря, жаль, потому что на самом деле, вот экспозиции Краеведческого музея нашего, да, это всё можно было бы собрать и научно от изыскания. Делать деревню такую, да? Деревню сделать, да. Она бы доход приносила туристический. Конечно. Но это мы опять гиперссылку в другое. Значит, вот, а что меня там поразило? Прежде всего, это другой мир. Вот Владивосток, Хабаровск, это другой мир в России. Это Россия, но это какая-то другая Россия. Остров Русский, Дальневосточный университет я там посетила вообще. Городок такой, Владивосток, вроде бы небольшой, чуть побольше Кирова, на сопках расположен. Но в нём столько машин, вечные пробки. Я спрашиваю, почему? Потому что у каждого жителя по две, по три японских машины. Ну, конечно, там же это всё недорого. Да, и близко. Причём не корейских, а японских они выбирают. Ну, цены на продукты там гораздо больше, потому что все приезжают вот эти иностранцы, они скупают наши дешёвые. У них там в рзы дороже все эти крупы, молочка. Понятно, растёт спрос, растёт цена. Да, там вот, например... Ну, и плюс доставка, наверное, туда недешёвая. Ну, да, вот... Там рыба, наверное, недорогая. Рыба дешёвая. Ой, рыба натуральная, не перемороженная на нацитрас, как у нас. И вообще вся свежая, хорошая рыба, и икра, и всё на самом деле. В Японии и Южной Корее русская культура присутствует? Так, русская культура... То есть, значит, в Японию мы ездили, там отдельно есть русские люди, но я ездила в общество японских интеллигентов, учёных, которые очень любят русскую культуру и очень занимаются старобрячеством. То есть, это не русские люди, это японцы? Это японцы. Но они так без ума вот от этой темы, что они учат русский язык. А, понимаете, у некоторых не получается сначала... Ну, потом они так говорят практически без акцента. То есть, нам бы за столько вот там, несколько годиков выучить так чужой язык, чтобы полностью в нём сидеть, ну, это большого труда стоит. Они такие упорные, что они это достигают. Потом вот мы... Конференция была в университете Киота, это старая историческая столица. И в Киотском, так скажем, университете есть ансамбль студентов русской песни народной. Вот это да. Они себе шили костюмы сарафаны, поют русские песни фольклорные. Это тоже этнические японцы. Этнические это японцы. Ну, вот у них есть такое... Я спросила, а почему у вас такой интерес? Почему русские песни? Вроде бы у нас есть Курильские острова, там спорная тема и такое. Но я про это не спрашивала, просто спросила, почему интерес? Раньше, кстати, они не сказали, что он усиливается к русской культуре и языку. Раньше, когда студент выбирал иностранный язык, русский был на четвёртом месте. Первый английский, но они не то, что его любили, но там стояли американские базы, их вынуждали учить английский язык. Ну, это понятно. Главный союзник. Второй китайский или потом корейский, и был четвёртый русский. То теперь русский на третье и на второе место перемещается. И вот они так учат. Потом, на самом деле... Я, наверное, у нас вот... Полминуты. Полминуты, да. Ну, вот, да, хотелось бы очень быстро. Ну, хорошо, ещё будет грант, потому что ещё масса стран, где есть русская культура, и вы там не были. Да, да, конечно, да. Конечно, мы будем продолжать эту всю работу и как бы смотреть, как исходная точка российские регионы и другие этнические группы за рубежом. Ну, и в том числе... И мы так понимаем, что ректор Валентин Николаевич непосредственно вашу работу в вашей лаборатории активно поддерживает. Ну, я не знаю этого, у него спросите. А мы спросим. Ну, я думаю, что, знаете, эти работы в целом выгодны для Кировской области. Они выводят её в глобальное пространство. Мы по-другому видим свой регион, видим его плюсы и минусы, где у нас ресурсы, и где мы можем победить вот как бы ближайшее будущее, что-то сделать дополнительное, свершение. Ну, снова на этой оптимистической ноте. Мы программу «Союз нерушимый» сейчас закрываем, да, говорим «до свидания». И наши не последние встречи, мы надеемся. Да, Винна Тружкова, доктором исторических наук, профессором кафедры истории и политических наук Вятского госуниверситета, руководителем этнографической лаборатории ВятГУ. До свидания. Спасибо, до свидания. СОЮЗ Нерушимый